Всем привет! Начала делать макияж и решила все-таки сделать его на видео. Итак, просто расскажу, чем я пользуюсь, чем я крашусь. Это увлажняющие такие вот штучки. Одна идет с артикулом 6482, это легкое тональное покрытие с натуральным финишем SPF 15, а вторая идет 6480. Но если взять 6482, она мне, как вы видите, темновата. А вот, например, 6480, она наоборот слишком светлая. Когда я их вместе перемешиваю, получается очень-очень прикольный тон. И вот этим вот уже тоном в перемешечку я наношу, потому что, ну и этот куда-то надо деть, и этот куда-то надо деть, да. То есть я заказывала на обзоры, и меня все время спрашивают, Аня, куда ты потом деваешь. Если честно, проблем нет, потому что смысла нет их куда-то девать из-за того, что я прекрасно знаю и понимаю все оттенки, все тона, как их смешивать, мешать. И мне кажется, это доступно любой девушке просто, да, и мне кажется, легко вообще в понимании. Ну, конечно же, при макияж у меня был тоже от компании Фаберлик. Далее все мои прям обожаемые пудры Блёр, я прям ее обожаю. И она как раз-таки убирает и ненужный блеск, делает его менее заметным. И вот это вот тональное средство, которое увлажняет в течение дня, меня просто прям покорило. Я чуть-чуть-чуть ее именно по центру, где мне не надо, чтобы вот эти вот блески были. Обожаю свою кисть кабуки, артикул 910-139. Она просто обалденная. Вот, прям пушистая такая, прям классная. Мне нравится. Вот, что я буду делать? Я буду наносить бронзер. Влюбилась вот в этот бронзер, хотя он слегка рыжеват, но я его буду сочетать вот с этим вот хайлайтером. Бронзер артикул 6557. Я его наношу в первую очередь. 6557. Ой, не с хайлайтером, а со скульптором. Да, видите, сразу хоп, вот этой кисточкой. И у него вообще нет проблем с нанесением, с растушевкой. Вообще суперски, мне нравится. И подбородок хорошо маскируется. Хотя мне тут девушка одна дала очень хорошее упражнение. Зовут ее Марина. Ну, как девушка. Женщина 59 лет, но у нее вообще нет подбородка. Я говорю, а как у вас вообще нет ничего? Я говорю, вам все-таки уже почти что 60. И она говорит, садитесь. Сильно-сильно выделяете челюсть. Вот так. Чтобы вот тут, говорит, уставала. И я попробовала немножко, совсем чуть-чуть. Думаю, я не буду никому рассказывать. Думаю, зачем? А вдруг неправда. Ну, знаете, всякое же бывает. Вот. И вы представляете, все начало исчезать. Вот тут вот стало намного меньше. Я такая довольная. Вроде бы такая мелочь. А на самом деле вообще шикарно помогает. Так, значит, чуть-чуть сделала. Так, сейчас буду делать, значит, контур. Контур-контур. Артику, к сожалению, компания Фаберлик перестала подписывать. Но это холодная палетка. Тут еще был вот как раз тот самый хайлайтер. Но я уронила, он разбился. Вот. Я буду именно контур набирать. Да. То есть вот и тут вот еще слегка, чуть-чуть немножечко потемнее. Наношу. И получается совсем сказка. А тушевка просто огонь. Мне очень нравится тушевка. Я тушу обязательно еще немножечко линию роста волос. Потому что у меня тут вот эти вот заплешинки. Мне бы не хотелось, чтобы их было видно. Мне хочется, чтобы они не очень-то привлекали внимание. Вот. Хотя с распущенными волосами все великолепно и так получается. И вот тут еще чуть-чуть. Ага. Вот так. Ну и можно наносить еще чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть холодненькой такой пудрочки. Сегодня я буду снимать обзор опять-таки нашей коллекции. Вот. Но еще я буду снимать новогоднее поздравление. Вот. Я не знаю, когда этот ролик выйдет. Но в принципе этот макияж и всегда у меня актуален. Потому что я очень часто делаю только его. Так. Бывает. То есть таким вот образом. Тут чуть-чуть глазки. Что-то типа базы делаю. Аккуратненько. И наношу дальше. Потом еще кисточкой из-под бронзера, хайлайтера я чуть-чуть выравниваю. Потому что когда кисточки под пудру свежие, они могут подстереть немножечко мои предыдущие рисунки на лице. Ну вот, в принципе, мы готовы к дальнейшим процедурам. Одна из моих любимых палет. Это Целинбрайзинг Мейкап. Ну, как вы видите, она уже заканчивается. Я ее очень-очень люблю. Артикул. Получается 5808. 10 штучек. 10 цветов по одному грамму. И в составе идет прям большое-большое зеркало. Ну, вот эти цвета. Ну, я думаю, вы видите, каким я больше-больше всего пользуюсь. Поэтому вот так вот буду вам показывать. Убираю я все ровно прямо. Это у меня будет подложечка. Потому что у меня глаза такие, что... Вот не поверите. Ну, может быть, у кого-то такие есть. Отпишите в комментариях. Но мои глазки, они вообще ничего не любят. Они все размазывают всегда. И что бы я ни делала, всегда один и тот же эффект. Эффект панды. Поэтому я снизу всегда закрепляю. Получается тенями, чтобы немножечко подсох хайлайтер. Немножечко подсохла пудра. Да, то есть тональный крем и так далее. Потому что очень часто так бывает, что... Ну, никак. Мож собирается проводить прямой эфир на тему акции Сорвебанк. У нас 10 победителей с очень крутым приростом. И, конечно же, мы очень счастливы будем сегодня поздравлять. И он сказал, Аня, я сам эту акцию придумал. Я сам буду проводить. Поэтому я спокойно ушла делать макияж. И очень спокойно сейчас за него. Потому что он эту акцию организовал. Она у него зашла. Эта акция только для структуры кононовых. Смотрите, как легко. Потому что, когда вы расслабляете глаза... Ну, я тут уже напряглась. И вот я расслабила глаз. И чтобы было видно тени, это нужно обязательно. Иначе вот это вот нависшее веко, оно заберет всю вашу красоту и сделает китайцем. Она, как мой визажист говорит, не хочешь быть китайцем, обязательно старайся. Я вот эти два оттенка очень люблю перемешивать. Обязательно под глазик делаю. Я не знаю, я, наверное, сегодня останусь без подводок и всего. Мне хочется какой-то такой полегче макияж. Потому что иногда бывают переборы. Ну и в самый уголок я кладу потемнее цвет, потемнее оттенок, чуть более тонкой кисточкой. Вот. Ну, кладу совсем, совсем, можно так сказать, чуть-чуть. И растушевываю. Таким полумесяцем. Ну, мне идет так. Мне вот нравится, да, мне говорят, Саня, снимай почаще макияжи. Но сейчас столько профессиональных людей делает макияж, что тебе кажется, что ты ему в подметки не годишься. Вот действительно. Но, с другой стороны, мне очень нравится делать макияж на камеру. Поэтому давайте с вами поедем. Вот очень много, кстати, визажистов, я на них смотрю, когда видео, очень много умалчивают о том, что они делают. Это или то и у людей, так как у них очень часто не получается. Вот. Я же ставлю на видео паузы только для того, чтобы достать продукт, который я забыла подготовить к съемкам. В принципе, и все. Вот так вот. Так, бровки, бровки. Вот не знаю, что это за карандаш у меня. Так, это карандаш BSC, Германия, 02JO или нет. В общем, 3131, наверное, вот этот. Он такой вот двойной. Он очень клевый. Я прям по нему кайфую. Ну, как вы видите, у меня татуаж. Но самый минус вот этого вот татуажа, да, если вы куда-то побежали, да, не накрасились, побежали, ну, у вас хоть брови есть, да. С другой стороны, если вы делаете макияж, да, то прям видно, как татуаж становится неактуален при макияже. Поэтому кто вот говорит, что, ой, если я сделаю татуаж, я не буду красить брови, я про них забуду, это неправда. Потому что нереально, вот вообще нереально сделать брови, обойти их тональным кремом, обойти их пудрой. Если у вас есть седые волосы, тоже нереально их татуажем перекрыть, все равно нужно красить, все равно нужно, получается, ухаживать за ними. Вот хоть что, кто что не говорит, но удобно, но удобно. Если ты соскочил, куда-то побежал, если ты в аэропорту, там, в самолете, длительное ожидание, ты устал, ну, хоть что-то наподобие бровей у тебя есть. Да, вот это, конечно, здорово. Вот я обещала вам рассказать, все время забывала, но вот этот карандаш мне очень-очень нравится. Так, куда же я делала? И вот сейчас у нас появилась такая вот тушь, она была до этого, но она была такая крупная. Сейчас, видите, очень-очень маленькая кисточка, и вот все седые волосинки я все равно этой тушью убираю, и вот тогда и получается здорово. Тушь, артикул туши для бровей 5377. Вот так вот все прям прокрашиваю. Ну, оно еще, конечно, расчесывает, там, ставит, все такое прочее, но я не могу сказать, что прям супер-супер, но цвет хорошо перекрывается, и она не течет, не размазывается, даже если вы где-то вспотели, еще что-то, да, все равно вид нормальный. Вот именно этот оттеночек я как-то вот чаще всех пользуюсь, да, им, но хотя оттеночков у нас намного-намного больше. Ну, и тушь, почему-то я ее полюбила, артикул 5761. Это такая вот яркая, клевая тушь, но она очень хорошо удлиняет ресницы, поэтому я прям кайфуюсь с нее, очень уже длительный срок, она уже начала, кстати, заканчиваться, уже кладется не так, как хочется, не так, как раньше, поэтому, поэтому уж как получается. Но я все равно ее очень люблю, и очень часто я наношу эту тушь на какую-нибудь из черных тушей, да, вот бывает уже мне хочется, сегодня мне хочется нежности, не хочется, да, вот стрелочки, если честно, захотелось, мне не хватает стрелочек, потому что я вот не люблю подводные карандаши, я все равно подводной карандаш, он нужен, иначе взгляд такой, знаете, пустой кажется, все равно хочется чего-то побольше, сейчас подсохнет, и еще второй слой нанесу. А, кстати, очень часто спрашиваете, клею ли я ресницы, наращиваю ли я ресницы, вот честно сказать, я их если наращиваю, то только если куда-то съездить, а вот если я никуда не еду, зачем они мне нужны, у меня еще с них опухают глаза, может быть, я просто не нашла своего мастера, вот, но раньше меня не опухали, потом начали прям сильно-сильно опухать. и все, и закончилась моя красота ресничная, вот, мастер мне до такой степени делать жирно и густо, что у меня такое чувство, что я очень такая, знаете, неординарная леди становлюсь, мне не нравится, когда я с наращенными ресницами, когда они слишком сильно наращены. Еще говоришь, мне бы потихонечку, мне бы чуть-чуть, мне бы маленечко, а она берет и делает тебе какой-нибудь Голливуд, и ты понимаешь, что ты стоишь, сидишь, и у тебя ресницы больше глаз, а это мне, конечно, не особо нравится, поэтому мне проще накраситься самой, а когда мне это не надо, у меня ничего нет на лице, и вообще считаю себя и без косметики красоткой, не знаю, почему я такая, прям, вот, плохо, что на камеру нету вот этого вот цвета, жалко, что он не передается, но он реально классный этот цвет, прям суперский, мне очень нравится вживую, вообще классно смотрится. Почему-то потянуло меня на синие, вот, у вас тянет на цветные туши, на цветные подводки, у нас они, кстати, в компании Фаберлик, они очень простые, вот эти вот подводочки, не супер яркие, а в глаза не кидаются, в общем-то, да, а супер ярких, к сожалению, особо нету, вот, поэтому я иногда еще в магазинах кое-что покупаю, в моих макияжах вы можете встретить то одно, то другое, и, кстати, мне очень зашли наклейки Фаберлик, посмотрите, как красиво, да, тигруля вот, тигруля, очень нравится, потому что, вот, я все сомневалась, думала, какой же сделать, какой же сделать, и просто отдалась руки мастеру и говорю, делай, как ты видишь, делай, как ты хочешь, делай, как тебе удобнее, ну и вуаля, у меня второй раз в жизни вот такой вот маникюр, такие вот синие ноготочки, очень красивые, да, мне прям понравилось, да, ну все, макияж почти готов, все-таки хочется сделать подводочку, я сделаю серенькую, 56-86, не хочу, чтобы сильно-сильно прям в глаза кидалось, но немножечко подведу, вот так вот, 56, очень люблю на полглазика делать, прям нравится, ну скажите лучше, да, из-за того, что она серая, не вызывающе получается, да, если глазки сравнить, то, конечно, конечно, с этой лучше получается, красивее, да, 56-86, очень, конечно, сложно издалека сделать подводку, честное слово, чтобы оно еще было одинаково, но вроде бы победа, потому что, когда ты красишься дома, перед зеркалом, да, это одно, когда ты красишься на камеру, и камера стоит впереди зеркало, и ты так издалека пытаешься поймать глазик тонкой линии, то не всегда хорошо получается, но в этот раз получилось, так, значит, 56-86, серая, клевая вообще, люблю такую серую, неяркую, и она и дополняет, но не делает такие, знаете, угольные, да, когда этого не нужно, нету, мне еще захотелось слегка поярче сделать макияж, потому что, вот очень, у вас, скажите, вот у вас бывает такое, вам хочется докрасить глаза, и если вдруг вы поняли, что пока вы делали подводку, пока вы делали тени, пока вы делали ресницы и так далее, как будто тени померкли, как будто мало нанесено, я всегда корректирую, да, под конец получается специально, чтобы не было проблем, всегда под конец уже доделываю макияж глаз, потому что вначале не всегда он актуальный, и беру уже, как вы видите, оттеночек такой более рыженький, и получаются такие прям, смотрите, сразу такие, когда вы берете коричневые тени, глаза прям голубые кажутся, вообще шикарно, ну, они, ну, подчеркивают, вернее, цвет глаз, и подчеркивают куда сильнее, чем нужно, так, ну что, отлично, о, губы, губы хочу сделать более-менее нейтральной такой вот помадой, очень красивой, она действительно нейтральная и очень хорошо блестит, вот этот цвет, я считаю его таким, знаете, для себя классическим, так, очень вкусный аромат у нее, она очень вкусно пахнет, артикул 40344, это была лимитированная линейка, я просто в нее влюбилась, посмотрите, она мягкая, увлажняющая, и вот такой вот скромный у нее оттеночек, ну, блестит, и получается, она подойдет под цвет всей одежды, а не только там какой-то одной, да, вот и все, макияж готов, и невызывающее, и то, что нужно, и аккуратненько, как раз под съемку одежды, ну, и сейчас будет самый прикол, я вчера после душу хнула с влажной головой, у меня от резинки волосы вот так вот встают, да, можно и ничего не делать, да, скажете вы, вот, таким вот образом, очень мне понравился, конечно же, шампунь Blunt Icon, вот если взять, да, по-нормальному, но видите, как блестят волосы, у них нет абсолютно желтого оттенка, пользуюсь им, ну, может быть, раз в недельку, да, ну, пару раз в месяц точно я им пользуюсь, он очень долгоиграющий, еще был по акции, поэтому я взяла себе, маме, мама тоже красится в белый цвет, и, конечно же, не упустили возможности, потому что, когда в белый цвет красишься, хочется и в отпуск с собой взять, потому что, ну, как по-другому, поэтому волосы сегодня я прям буду досконально делать своим тюльпаном, как обычно, потому что, кстати, сейчас появилась новая версия вот этого вот тюльпана, ну, прям хочется его попробовать, потому что у меня там заживалось, не заживалось, непонятно, ну, сейчас посмотрим, какая кудря будет, но волосы вообще прям зигзагами все, прям такие пористые стали, да, ничего, нормально. Уложим, главное, чтобы было, что укладывать, кто-то их укладывает в два ряда, снимает видео, что вот там надо в два ряда, я это все дело не люблю, я люблю все быстренько, волосы, слава богу, не короткие, и я по шустряку все это делаю. Еще, кстати, влажные, но ничего страшного, я думаю, что продержится завивка. Я их попшикала немножечко нашей термозащитой, но тоже совсем чуть-чуть, вот, ленюсь, потому что она волос увлажняет. Сейчас кудряшки у меня образуются, уложатся. Вот только не знаю, каким образом, потому что прям зигзагами они такие высохли из-за резинки, а я что-то ее надела, думаю, не хочу в это спать с сырой головой, думаю, не хочу, и крупно об этом пожалела. Ничего, вроде бы нормально укладывается. Отлично, да? Супер! А еще я могу сзади пропустить несколько прядей, когда вот делаю не два-три завитка, да, как обычно, я люблю делать два-три завитка, когда вот так полностью делаю голову, бывает, что я могу пропустить. Их еще нужно очень сильно выпрямлять, иначе получится так, что оно может заживаться. Я тоже первое время очень много зажевывала волос, и потом кудря, когда вы второй раз ее выпрямите, начинаете завивать, она уже не получается такой красивой и клевой, как могла бы получиться, например, с первого раза. Поэтому прям расчесывать нужно каждую прядку очень-очень досконально, и смотреть, чтобы ничего не заживалось, иначе вы будете недовольны одной кудрёй, и придется или хвостик делать, или еще что-нибудь. Но мне идет хвостик на макушке тоже. Я часто делаю хвостики на макушке. Сегодня у нас девчонки, директора, да, в чате директоров сделали классный стих, и каждая разобрала по строчке. Вот, и каждая будет говорить по этой строчке. И мы потом составим такой красивый стих поздравления. Я буду в конце. Вот, и девочки просто будут стих рассказывать на камеру. Потом мы это все смонтируем в одну, в один ролик, прошьем музычкой. И будет красота. И будет здорово. Ого-го, видите, чуть не заживало. Слишком толстую прядку взяла. Вот так мы и работаем. Пока снимаешь видео, полчаса, да, мэк с прической, полчаса. Ну, может, минут сорок. Ну, в общем, в целом, вернее, меня нету, ну, где-то час. Меня успевает потерять вся квартира, весь дом. Все какие-то вопросы, все надо что-то посоветовать, все надо что-то это. Ну, слушайте, нормально, плойка нагрела волосы, и волосы во время завивки уж точно до конца высохли. Вот мне это нравится, конечно, в этой плойке. Объем я делать не буду. Я не люблю объем. Я как будто с объемом становлюсь немножко старше. Так, тут, наверное, надо на два поделить. Ну, и потом я жду, могу минут десять подождать, пока они остынут окончательно, точно остынут. И после того, как они остынут, у меня уже получится супер-класс-причесочка. Ну, и это уже расчесывание, поэтому можно ее сюда засунуть. Там все завивается. Никогда не умела делать прически. Очень много вебинаров, обзоров. У меня все без причесок. Бизнес-вебинаров. Потому что каждый раз вызывать парикмахера как-то мне не хотелось. И когда я купила эту плойку кайпан, я прям в восторге была. Ну, это, конечно, не от Фаберлик, очень жаль, но все равно клево. Так, ну что, все, пошла ждать. Кудряшки подостыли. И сейчас их можно вот так вот распрямить, поукладывать. И получится клевая такая, легкая. Я не люблю прям, чтобы сильно-сильно были завитушки, но немножечко получается красивенько так. Да, такой вот. Ну, я думала, будет хуже. Потому что то, что я сегодня увидела на своей голове с утра. Ой, не могу. Ну, я же привыкла голову с утра мыть. Ну, как-то прям по-человечески стало. Вот. Вот такая красота. Ну, все пока делала. Сейчас я сниму, и можно умываться. Ну, еще прогуляюсь, конечно. Ну, и, конечно, старая версия лака Фаберлик. Новая реально круче. Новая реально круче. Но я и старую до пользы. Вика, что ты хочешь? Иди сюда. Что ты хочешь? Что ребенок хочет? Угадайте с трех раз. Что ребенок? Вот так. Я, мама, приготовила обзор. Распечатала конфеты. Конфеты ушли. Вот так вот сделаю. И на пару дней мне такой укладочки хватает. Но хватает почему? Потому что я вечером, сейчас я не буду показывать, лак еще не высох. Я вечером собираю волосы в макушку и завязываю вот такой вот резиночки. Я тут на сайте Фаберлик посмотрела, их оказывается две. У меня осталась. Одна куда-то ушла. И иногда в отелях теряю. Вот. Резинка из искусственного меха. Она до такой степени мягкая, классная. Лаконы не портит. И я с утра встаю и... Ух ты! А, это просто завитушка, да? И я с утра встаю и... Да, то есть распрямляю. И у меня снова такие уже маленькие кудряшечки, волны. Но очень красиво получается. Ну вот. Вот. Как-то так. Красота. Пойду снимать поздравления.